Чуйский тракт за 90 часов не на автотранспорте, а на велосипеде. Больше 120 человек приняли участие уже во втором по счету веломарафоне. Его организатором стал велоклуб «Новосибирск марафон». Биск, Кошагач, Биск. Таким был маршрут. Задача всех участников преодолеть 1200 километров за 90 часов. В акции участвовали велосипедисты не только России. К марафону присоединились спортсмены из Германии и Швеции. Однако дистанция оказалась по силам не всем. До села Алтайское добрались только 45 участников. Остальные сошли с трассы. Помешали высокие подъемы и погода. Организаторы говорят, поучаствовать в таком марафоне может не каждый. Каждый желающий должен пройти предварительное испытание 600 километров на велосипеде. Это же не совсем спортивное соревнование. Это не гонка, где гонщик с выпученными глазами, с высунутым языком едет. Это своего рода приключения и путешествия одновременно, и плюс спортивные мероприятия. Располагались контрольные точки, где марафонцы могли отдохнуть, а также получить отметку о прохождении дистанции. У тех, кто не мог завершить велопробег, есть время на подготовку. Следующий марафон будет через два года. Продолжение следует...